Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Виктор Маслов. Я представляю компанию Ресурс Медиа Индустрии. И сегодня я хотел бы рассказать вам о новом типе лицензии Enterprise от Deposit Photos. Что такое лицензия Enterprise? Это один из новых видов продуктов, которые выгодно отличают на микростоковском рынке возможность получить документальное подтверждение того, что вы скачали материалы и имеете права на их использование. Это необходимо, например, когда к вам обращается крупный заказчик и хочет, чтобы все материалы, которые вы использовали для создания того или иного дизайна, были переданы им вместе с лицензией. Напомню, что стандартные условия использования веб-сайтов, таких как Shutterstock, Deposit Photos и другие, не позволяют передавать права третьим лицам. Это означает, что весь контент, который вы получили и лицензии вместе с ним принадлежат только вам, как покупателю, который заплатил за этот продукт. Если к вам приходит ваш заказчик и говорит, раз вы для меня скачали эти материалы и получили эти лицензии, значит они должны принадлежать мне. Это не так. В микростоковом бизнесе все лицензии принадлежат тому, кто их получил, оплатил и скачал материалы. В данном случае Enterprise, продукт, он решает эту проблему. И если ваш заказчик требует, чтобы эти лицензии были переданы, то это возможно. И это будет стоить немножко дороже, чем обычная лицензия без права передачи. Например, у Enterprise лицензии есть несколько типов лицензии. Social, Digital, Media, Publishing и Enterprise. Все эти лицензии имеют очень специфическое применение. Например, как определить, нужна ли вам Enterprise лицензия или нет? Ответьте на очень простой вопрос. Если ваш заказчик требует передачу лицензий, которую вы получили, нужно ли вам приобретать Enterprise? Да, конечно, потому что стандартная лицензия, которую вы получаете с сайта правовладателя, она не подлежит передаче. Это отвечает на другой вопрос. Зачем покупать Enterprise лицензию, если вам достаточно стандартной лицензии? Ответ на этот вопрос очень простой. Не нужно покупать лицензию Enterprise, если вас устраивают те условия, которые написаны в тексте стандартной лицензии. И вам не нужно иметь документальное подтверждение о том, что тот материал, который вы скачали 5 апреля по определенному типу лицензии, принадлежит вам. В данном случае Enterprise лицензия нужна тогда, когда вам нужно работать с большим количеством контента и не всегда нужно лицензировать тот контент, который вы скачиваете. Что я имею ввиду? Когда вы работаете с Enterprise сайтом, у вас есть возможность настроить для всей вашей креативной команды, для всех людей, которые работают с контентом, доступ. И выделить им соответствующие права на скачивание так называемых компов. Компы это high-res материалы без лицензии. То есть вы можете получить high-res материал без watermark, создать с помощью этих материалов ваш конечный продукт, например, постер или дизайн сайта. И потом в дальнейшем, если ваш заказчик его утверждает, лицензировать. В классическом микростоке у вас отсутствует необходимость нажимать какую-то дополнительную кнопку, какие-то дополнительные шаги для того, чтобы лицензировать весь полученный контент. Потому что у вас лицензия уже передается вам в момент скачивания материалов с сайта. Например, на сайте Deposit Photos, как и на сайте Shutterstock, по стандартной лицензии вы можете скачать материал и в этот же момент скачивания у вас выписывается покупателю соответствующая лицензия. Информация об этом хранится в истории аккаунта и можно всегда продемонстрировать в случае необходимости для того, чтобы подтвердить наличие у вас прав. Если говорить про классические микростоковые сайты, там где в момент скачивания материалов и получения контента с сайта вам выписывается лицензия, но никакого документа, подтверждающего это, не выдается. Это означает, что у вас в вашем личном кабинете, владельца аккаунта, есть в истории скачивания вся информация о том, когда, по какой лицензии были получены материалы. Например, стандартная или расширенная лицензия, они имеют разную стоимость, они покупаются по отдельным продуктам и соответственно эти лицензии получаются по отдельности. И всегда можно получить подтверждение от правообладателя о том, что у вас эта лицензия есть. Но если вам требуется, чтобы с сайтом работало 10 человек, из них, например, команда из 5 человек работает только социальными сетями, и еще там 2 человека делают какую-то печатную продукцию. Ну и в общем разные команды работают над разным типом проектов, над разными задачами. И Enterprise позволяет вам получить контент для того, чтобы все команды работали, скажем так, с контентом сайта и могли спокойно разрабатывать креативные истории без лицензирования тех материалов, которые не будут утверждены вашим заказчикам. Например, если вы купите пакет из 100 лицензий Digital с правом передачи третьим лицам, то это означает, что вы можете разработать сначала определенные проекты без лицензирования, и после того, как уже материалы будут утверждены заказчикам, лицензировать их, получить соответствующие лицензии, и передать эти лицензии вашему заказчику, если это необходимо. Напоминаю, что не всегда это нужно, и это не всегда требуется. Я имею в виду именно документальное подтверждение и передача права третьим лицам. Соответственно, вам нужно для себя определить, когда вам нужен продукт Enterprise, когда вам нужно передавать лицензии третьим лицам. Если такой необходимости нет, вам достаточно приобретать стандартную или расширенную лицензию для юридических лиц. В некоторых случаях, когда у вас работает с контентом только один человек, вам даже достаточно будет однопользовательской лицензии, которая выписывается, скажем так, для одного индивидуального пользователя. Напоминаю, что если в вашей организации с контентом работает только один человек, ваша организация имеет право купить продукт однопользовательский. Допустим, это очень распространено в организациях, которые занимаются изданием журналов. В каждом журнале есть один фоторедактор, и он работает с контентом. Поэтому достаточно в этом случае однопользовательской лицензии. Будет указано, что конкретный человек имеет возможность пользоваться контентом с сайта, получать лицензии по стандартной лицензии, допустим, и использовать их для оформления издания. В данном случае мы можем вам такую подписку предоставить, и ее цена вас приятно удивит, она будет выгоднее, чем, например, на сайте Shutterstock. В данном случае я могу вам сказать, что у нас есть опыт предоставления подписок на других сайтах. То есть до последнего времени мы предоставляли контент с сайта Shutterstock и продукты этого правообладателя заинтересованным клиентом. И в данном случае я могу сказать, что продукты Deposit Photos, они конкурентно способны, они могут составлять конкуренцию на сегодняшний момент этому архиву и ничем не уступают по качеству и поисковым механизмам этого конкурента. Для сравнения могу вам привести пример, что когда мы только начинали 7 лет назад продавать Shutterstock, у них была база всего 15 миллионов материалов. Конечно же, на сегодняшний момент прошло уже больше 6-7 лет, и база контента у Shutterstock уже превышает 100 миллионов. У Deposit Photos на сегодняшний момент база составляет больше 60 миллионов материалов. Вы можете найти там практически любые материалы, которые нужны вам для того, чтобы выполнить свои задачи для разработки дизайна, для создания необходимого конечного продукта, будь то упаковка для какого-то продукта или просто подарочная кружка, на которой вы напечатаете фотографии Москвы. Просто будьте внимательны к тексту лицензии, которую вы приобретаете. Я считаю, что крайне важно перед тем, как покупать лицензии у какого-либо правообладателя, убедиться в том, что вы понимаете все ограничения и условия, по которым вы получаете эту лицензию. Если сравнивать по простому стандартную и расширенную лицензию Deposit Photos и продукт Enterprise, то Enterprise продукт будет подороже, конечно же, нежели просто пакет стандартных лицензий. Но у него есть свои преимущества. Это отдельная коллекция, специальная премиальная коллекция, из которых вы можете найти материалы, которые недоступны по стандартной и расширенной лицензии, и получить на них лицензию. Это отдельно отобранные креативные материалы хорошего качества. Это специально отобранные редакторами контент. Дальше. Как я уже говорил, у Enterprise продуктов отдельная система скачивания хайрезов и лицензирования. А также, при необходимости, возможность передать лицензию вашему заказчику, третьему лицу.